По данным Министерства образования и молодежной политики Республики, Чувашия – лидер в стране по семейному устройству сирот. За пять лет число приемных семей в Республике увеличилось на треть. При этом воспитанников детских домов стало в четыре раза меньше. Была проделана огромная работа, в том числе и ассоциация замещающих семей Чувашии. В эту субботу организация провела съезд руководителей замещающих семей. Татьяна – мама троих мальчишек. Каждый из них со своим характером. Старший занимается спортом и увлекается моделированием. Ребята помладше ходят в детский сад и поют в хоре. Татьяна вместе с мужем старается уделить внимание каждому. Они не скрывают, что двое детей приемные. И ни в коем случае не делят их на своих и чужих. На этот шаг я решилась, когда вышла замуж. Муж у меня на тот момент был опекуном двоих детей. Все дети шалят, все дети хулиганят. Также точные эти дети. В принципе, все то же самое, что, например, с родным ребенком у меня происходит. Тоже и с мальчишками помладше у меня происходит. На съезде приемно-родительских организаций Татьяна уже второй раз. Встречи с замещающими семьями проводятся и на базе местного детского дома в родном городе Татьяны. У нас очень интересное мероприятие. Мы собираемся, мы даже вплоть веселимся. Дети у нас отдельно занимаются. Родители отдельно. Нам очень помогают психологи. Помогают решать какие-то проблемы. Для желающих были организованы психологические консультации. Задать вопрос специалистам могли те, кто только решается на ответственный шаг. Забирать ребенка в семью, руководствуясь одним только душевным порывом, не стоит, отмечают специалисты. Важно понимать, что ребенок из детского дома особенный. Ему нужно в два раза больше любви и внимания. Человеческая помощь нужна и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. У нас по статистике полторы тысячи семей кризисных в республике. И кто бы помог им? Кто бы реабилитировал эту семью, где родители, возможно, пьют их? И в то же самое время у нас 15 тысяч добровольцев. Такая огромная армия. Мы хотим их профессионализировать, дать им навыки, дать им какие-то компетенции, для того, чтобы они могли реабилитировать подобную семью. Помимо приемных родителей, участниками съезда стали волонтеры, общественники, представители органов власти. Все они чувствуют личную ответственность за судьбу детей, оставшихся без попечения родителей. На памяти каждого история, которая оставила след в душе и подтолкнула к занятию благотворительностью. Приехали в один детский дом, и там обнаружили девочку, у которой обгорели руки в детстве. Просто сгорели руки, она сама обгорела. И мы стали работать насчет того, как найти ей приемную семью. Попробовали сделать такой проект. Социальная сеть в помощь детям-сиротам. И вот в том году мы вместе устроили семьи порядка 45 детей. Эта история со счастливым концом. Маленькая Алена обрела семью в лице Татьяны и ее мужа. Организаторы съезда уверены, что с каждым годом таких историй будет все больше и больше. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика.